Документы и архивные материалы В Армении я узнал, что 98% населения это армяне. То есть это очень такая моноэтническая страна, на редкость. Вы никогда не спрашивали себя, а почему Армения моноэнациональная? Нет, не спрашиваю. А вот я для себя, сам для себя нашел ответ, может неправильный. Потому что царская Россия была уверена в лояльности армян к императору. И поэтому не было необходимости заселять Армению другими национальностями с тем, чтобы они являлись опорными пунктами для российской армии. У популярного российского телеведущего Владимира Познера возник вопрос по поводу причин моноэтничности Армении. Ответ президента Сержа Сарксяна, как, впрочем, сам он и предполагал, не соответствует действительности. Версия главы армянского государства о том, чтобы было решение императора не заселять Армению другими национальностями, противоречит самой истории этой страны. Как раз именно армян и переселяли на территорию нынешней Армении, поскольку историческая Армения располагалась в другом регионе. Но об этом чуть позже. Предлагаем вашему вниманию альтернативную версию развития исторических событий. Регион, в котором расположена современная Армения, является одним из самых сложных полиэтнических регионов на Земле. Здесь порой даже соседние села говорят на разных языках. Это является результатом естественных эволюционных процессов, поскольку через регион веками проходили торговые пути, он был подвержен многочисленным миграционным процессам. И вот нахождение в таком полиэтническом регионе, в моноэтнической Армении, является фактом изрядовым выходящим. Моноэтничность, скажем, Исландии или Японии, они являются результатами естественных эволюционных процессов, поскольку они окружены с четырех сторон водой. Моноэтническая Армения окружена с четырех сторон Грузии, Азербайджаном, Турцией и Ираном, то есть странами полиэтническими, явно является изрядовым выходящим фактом. Ее мононациональность является результатом спланированной двухвековой политики геноцида и этнических чисток. Причем изгонялись из Армении не только азербайджанцы, но и русские. Вы, наверное, должны знать, что в 1991 году больше всего русских выгнали из Армении. Сегодня это самая мононациональная республика. Везде есть русские и представители других народов, кроме Армении. Руководитель крупнейшего в России медиахолдинга Дмитрий Киселев на встрече с армянской политической элитой сказал «В Ереване не осталось русских школ, и русский язык – уходящая натура в Армении. Это означает, что русская культура уходит, а с ней и связь с Россией». Даже эксперты Совета Европы открыто обвинили власти Армении в дискриминации русских. Таковы реалии так называемой «лояльности Армении к России», о которой говорил президент Сарксян. Такая историография, которая преподносится внутри этой моноэтничной Армении, эта историография точно так же конфликтует с историографией окружающих ее стран, да и всего мира. Естественно, армянскому народу преподносится совершенно другая история, обслуживающая эти процессы на армянский лад. Мы, создатели этого фильма, уверены, что армянская общественность имеет право знать правду. И именно поэтому мы решили создать этот фильм для того, чтобы показать армянской общественности альтернативную историю, на которой она имеет полное право. Так в чем же причины моноэтничности Армении, расположенной в таком этнически пестром регионе? Чтобы понять это, вернемся на 200 лет назад, когда царская Россия только завоевывала Кавказ. Карта Кавказского края 1799 года В этом регионе вскоре произойдут события, которые кардинально изменят весь ход истории на Кавказе. Перед вами картина Франца Рубо «Сдача Ириванской крепости» 1 октября 1827 года. Из воспоминаний декабриста Евдокима Лачинова, принимавшего участие в штурме Ириванской крепости 1827 года. Генерал Красовский подходит к воротам первой стены, приказывает оттворить оные. Дивизионный обер-аудитор, говоря по-татарски, уговаривает защищающихся, чтобы они, ничего не опасаясь, исполнили побеление. В то время татарами на Кавказе, в том числе и в Ириване, русские называли местных жителей, азербайджанцев. Величественная Ириванская крепость располагалась на скалах у берега реки Занги. Иривань называли городом миноретов. В крепости было 9 мечетей, более 800 домов, караван-сараи, площади, базары. Правил ханством Кусень-Гулухан. Иривань имела стратегическое значение для продвижения российских интересов на Кавказе. С 1804 года в течение 23 лет русские войска безуспешно пытались взять Ириванскую крепость. И, наконец, во время правления императора Николая I вновь снаряжается большая военная экспедиция – 12-тысячная армия, вооруженная мощными дальнобойными пушками. В октябре 1827 года, после изнурительного штурма, столкнувшись с отчаянным сопротивлением осажденных, российским войскам под командованием генерала Паскевича удалось захватить крепость. В 1828 году при подписании Туркменчайского мирного договора ханство Северного Азербайджана, в том числе и Ириванское, присоединилось к Российской империи. Армянский католикос уверял генерала Паскевича. Коль скоро ханство Ириванское и Нахчеванское будут заняты нашими войсками, то тотчас явятся тысячи армян из Кертии, Турции и даже из Индии со всеми приобретенными богатствами для заселения оных. Так у истоков XIX века началось массовое переселение армян на Южный Кавказ. И даже после переселения русский генерал Иван Федорович Паскевич констатировал, татары же составляли две трети населения этой провинции. Спустя сто лет на Южном Кавказе будет уже свыше миллиона армянских переселенцев, что кардинально изменит этническую карту региона. В отличие от окружающих ее стран, в Армении нет азербайджанского населения, в отличие от окружающих стран, в Армении нет азербайджанской архитектуры, в отличие от окружающих ее стран, в Армении нет азербайджанских топонимов, и в отличие от окружающих Армению стран, в Армении нет албанских церквей, албанская архитектура. Все они армянезины и называются армянскими. Обратим внимание на то, как выглядели территории нынешней Армении до и после их массового заселения армянами. До массового переселения армян на территории нынешней Армении были сотни мечетей и множество других памятников азербайджанской культуры и архитектуры После переселения начался процесс их уничтожения В результате сегодня не осталось практически ни одного азербайджанского мусульманского архитектурного памятника Сразу после переселения армян начался процесс по уничтожению и выдворению азербайджанцев В результате сегодня в Армении, в отличие от соседних стран, не осталось ни одного азербайджанца До переселения армян практически все топонимы были азербайджанскими После переселения армян начался процесс изменения топонимов на армянские В результате сегодня в Армении из многих тысяч азербайджанских топонимов осталось всего несколько До переселения армян в Армении было множество христианских албанских церквей и монастырей а также других памятников культуры и архитектуры После переселения армян все они были переданы армянской церкви, которая объявила их частью своего духовного наследия Параллельно все то, что не подвергалось изменению, было разрушено Это исторические территории Азербайджана Сотни топонимов, более двух тысяч азербайджанских сел и деревень И что же стало с территории Ереванского ханства после его заселения армянами из Турции, Ирана и Ближнего Востока? Озеро Гёйча теперь называется Сиван Река Занги – Раздан Город Еревань – Ереван Из года в год проводилось насильственное изгнание азербайджанцев со своей же родин Все это привело в итоге к полному уничтожению средневекового азербайджанского наследия К массовому истреблению всего коренного населения на территории, где ныне создана Армянская республика А Ереванская крепость – сокровищница азербайджанской архитектуры, выстоявшая несколько веков, была полностью разрушена Уничтожалась память, следы азербайджанской цивилизации Многовековая история про армянскими зарубежными учеными переписывается заново Все это делалось с одной целью – доказать, что кроме армянского народа его культуры и истории не было ничего иного на этих землях В одном из последних пропагандистских фильмов об истории Армении и Азербайджана, снятых по заказу Министерства культуры Армении и мэрии Еревана, формулируется один из основных надуманных постулатов Нет такой единицы, как Азербайджан, к северу от Аракса, к северу от иранского Азербайджана Подобной исторической единицы никогда не существовало Эта местность называется Аран И во всех источниках мы находим его под названием Аран Азербайджан же находится в низине Аракса Территория к северу от Аракса называлась Шерван и Дагестан, но никак не Азербайджан И так, создатели армянского фильма выбрали трех наших современников, которые тоном не терпящим возражений говорят об истории многовековой давности Со своей стороны, мы решили выбрать также трех персонажей, но исторических Современников тех самых времен, о которых говорят историки из армянского фильма Наши персонажи – российские императоры, которые об истории не говорили, а ее вершили Они-то уж точно знали, какие земли завоевывали и какие государственные документы подписывали с другими державами Так чьи же земли присоединяла к себе Россия? Архивные документы помогут прояснить и этот вопрос Их так много, что не хватит и нескольких фильмов Мы выбрали из них лишь несколько В начале XVIII века российский самодержец Петр I в рамках своего проекта по выходу России к теплым морям Совершает Каспийский поход с целью захвата стратегически важных регионов Кавказа Однако здесь он столкнулся с серьезным противником в лице османской Турции В 1724 году в Константинополе был подписан трактат между великими империями Россией и Турцией О разделе иранских владений, а именно Азербайджана В трактате, скрепленном подписями российского резидента Неплюева и османского визиря Ибрагим Паши, отмечается Езербайджанской провинции со всеми их депенденциями и надлежностями И все города и местечки, подлежащие всей провинции Ереванской, да пребудут под владением высокой порты Мы привели российскую версию этого трактата Но так как это двусторонний документ, мы отправились в Тамбул, в Государственный архив Здесь нам впервые показали османский текст договора В турецкой версии он называется «Стамбульский договор 1724 года» Это оригинал трактата Он хранится среди османских средневековых документов И до сих пор никому не показывался И впервые этот документ был представлен нашей съемочной группе Это был первый в истории мирный трактат между Турцией и Россией 23 июня 1724 года посол Франции в Стамбуле Маркиз де Бонак, понимая неизбежность войны между Россией и османской Турцией, оказал посредничество в подписании Стамбульского договора, разделившего территории Иранской империи Согласно этому договору Архивные данные не оставляют сомнений Россия присоединила к себе на Южном Кавказе вовсе не мифические древнеармянские земли, а Азербайджан Император Петр I и османский султан Ахмед III уж точно имели представление, какие земли завоевывали и делили На этих землях существовала сложившаяся азербайджанская государственность Правители этих ханств чеканили свои монеты Ханства имели конкретную территорию, язык, армию, систему госуправления и независимую внешнюю политику Все эти ханства подчинялись единому правителю Азербайджана Одной из столиц этих ханств была Эревань Армянская сторона умышленно не упоминает Азербайджан на Кавказе севернее реки Араз С целью доказать, что здесь якобы издревле была Армения и жили только армяне Обратимся вновь к документам История рассудит В России в 1727 году, во времена правления Петра II, ратифицируется договор между Российской и Османской империями Где Аракс сливается с Курою, положено быть точно сопредельности российских, турецких и персидских владений Турецкие же границы, захватив все пространство, заключающееся между Курою и Араксом, то есть весь Адербайджан И в этом документе территория между Курою и Араксом определена как Адербайджан, то есть Азербайджан Конечно, русские императоры и дипломаты писали слово Азербайджан не так, как принято это сегодня Однако спутать его с Арменией уж точно не получится 1799 год Фрагмент из указа российского императора Павла I В Адербайджане, области, соседней с портой оттаманской Заключавшей владения управляемые особыми ханами Как то Ринджинским, Эриванским, Хойским, Карабахским, Тебристским и другими Как видите, в этом указе отмечается, что Азербайджан является независимой политической единицей И в его состав в том числе входят Карабахское, Ганджинское, Эриванское и другие ханства Итак, три российских императора Петр I, Петр II и Павел I Однозначно описывают земли Азербайджана на Кавказе севернее реки Араз И говорят о независимости азербайджанских правителей В Тифлисе в 1786 году русский дипломат Степан Бурнашов был представителем России при дворе грузинского царя Ираклия II Бурнашов, объездив весь регион, написал ряд трудов В том числе и об азербайджанских землях на Кавказе, севернее реки Аракс В главе «Разделение владений адребижанских» Бурнашов описывает ханство и города Азербайджана К теперешнему положению тех земель, которые под именем Адребижан, разумеются Начиная с севера, прилежит Грузия, то есть царство Кахетинское и Карталинское Степан Бурнашов особо отмечает независимость некоторых азербайджанских ханов Адребижанских владельцев разделять должно на самовластных и зависимых Далее Степан Бурнашов последовательно перечисляет территории азербайджанских ханств Севернее реки Аракс Западные государства, обеспокоенные продвижением России на Кавказе, внимательно отслеживали и фиксировали ситуацию в регионе Это английская карта 1835 года Как видите, и здесь территория Азербайджана охватывают в том числе и нынешнюю Армению А это американская карта, изданная в Бостоне в тот же период На ней также указаны территории Азербайджана на Кавказе То есть в начале 19 века источники ведущих держав России, Великобритании и США Фиксируют территорию Азербайджана на Кавказе, севернее реки Араз В 1864 году английский консул Тебризи Кейт Аббетт в меморандуме для Королевского географического общества Великобритании сообщает об Азербайджане Страна, известная как Азербайджан, разделена между Ираном и Россией Россия владеет частью территории Азербайджана размером примерно 80 тысяч квадратных миль, равной площади Великобритании Кейт Аббетт описывает отошедшие к России азербайджанские земли Российская часть граничит с севера и северо-востока с горами Кавказа, простирающимися до окрестностей Баку на Каспии А на юге граница обозначена рекой Аракс, через Муганскую степь, к округу Талыш и рекой Астара, которая течет через этот край в Каспийское море В данную область входят Магометанские области Эривань, Нахчуван, Карабах, Гянжа, Ширван, Шики, Шамаха, Баку, Куба, Сальян и часть Талыша Из меморандума английского дипломата видно, что земли Азербайджана охватывали обширные территории на Кавказе значительно севернее реки Аракс Более того, российские, британские и американские карты показывают, что географическое понятие Армения практически не относилось к территориям севернее реки Аракс Ведь историческая Армения располагалась в Малой Азии, а не на Кавказе Уже после массового переселения на Кавказ и создания здесь армянской государственности в 20 веке ошибочно сформировалось мнение, что это и есть земли исторической Армении Итак, утверждение современных армянских деятелей о том, что севернее Аракса Азербайджана не было Это та основа, на которой предъявляются территориальные претензии к Карабаху Однако сохранившиеся исторические документы, записи российских дипломатов, географические карты не оставляют никакого сомнения С востока, с Грузии, граничили обширные азербайджанские территории Сегодня Армения моноэтническое государство Около 200 лет планомерно и расчетливо проводились этнические чистки и депортации других народов И прежде всего азербайджанцев Нет коренных народов, нет проблем В Турции, осуществившей якобы геноцид над армянским народом, как утверждают в Армении Проживают десятки тысяч армян В Азербайджане, чьи территории армяне держат под оккупацией Только в Баку проживают 30 тысяч армян А в толерантной Армении нет сегодня ни одного турка и ни одного азербайджанца В стране практически только одна нация Этнические армяне И этой нации навязывается, если можно так выразиться, этнически чистая история Армении И до нее категорически не допускаются альтернативные исследования зарубежных ученых А если эти ученые еще и армянского происхождения, то пропаганда их называет врагами народа Американский ученый армянского происхождения Роберт Хьюсон вспоминал Меня убеждали в Ереване даже несколько нетерпеливо, что мы на Западе не должны утруждать себя попытками вести исследования И лучше прослужим Армении, если будем просто переиздавать на других языках то, что выработано Академией наук Армении В рамках наших проектов информационной поддержки армянской общественности мы предлагаем ему альтернативную историю И в дальнейших сериях нашего фильма мы будем раскрывать истинный смысл навязанных армянской общественности главных постулатов На которых, как на глиняных ногах, стоит практически вся историография Армении За армянским зрителям остается право сделать выбор Придерживаться установок официальной историографии Или же обратить внимание на альтернативную информацию Альтернативная информация Альтернативная информация Альтернативная информация Альтернативная информация Альтернативная информация Продолжение следует...